Ожидаемо высокий зрительский интерес вызвал поединок между Гомелем и Мозырской Славией. К сожалению, классическое областное футбольное дерби последних лет в ближайшем сезоне возможно только на товарищеском уровне или в розыгрыше Кубка страны. Тем не менее, противостояние Гомеля и Славии – это всегда принципиально. Болельщики заполнили трибуны крытого манежа стадиона «Луч». Первый тайм получился равным. Соперники создавали опасные моменты, однако до взятия ворот дела так и не дошло. После перерыва, как это традиционно и бывает во время спарринга, в составах обеих команд произошли массовые изменения. Иван Биончик выпустил на поле молодежь, а его визави Михаил Мартинович продолжил обкатывать потенциальных игроков основы. Как результат, мы зря не менее чем за 20 минут игрового времени оформили крупную победу 4-0. Тренировочный штаб детализирует максимальный тренировочный процесс. Очень интересный, очень интенсивный, поэтому двигаемся. Я думаю, что первые два матча присутствовали были такие качественные по содержанию и по результатам. Поэтому с хорошим строением двигаемся дальше. У нас прошел только первый сбор. Он был базовый, направленный на общую физическую подготовку, поэтому мы его выполнили. Сейчас будем готовиться уже в других условиях, но над другими качествами работать. В конце недели мозорская команда отправляется в Турцию, где проведет месячный тренировочный сбор, во время которого сыграет шесть товарищеских поединков. Футбольный клуб «Гомель» продолжит подготовку к предстоящему сезону дома. В воскресенье 16 февраля запланирован спарринг с Держинским арсеналом. Матч состоится в Крытом Манеже на стадионе «Луч». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!